Председатель правительства Республики Дагестана Дул Муслим Абдул Муслимов на очередном совещании рассмотрел вопросы соблюдения требований законодательства при строительстве многоквартирных домов в Махачкале и Избирбаши. Он отметил, что в законодательстве внесены изменения, которые направлены на защиту прав граждан, но действует оно в случае, если компания, занимающая строительством дома, зарегистрирована в качестве юридического лица, и соглашение между участниками заключено в Росреестре. Стоит подчеркнуть, что градостроительный кодекс не ограничивает выдачу разрешений на строительство многоквартирных домов физическим лицам, поэтому это затрудняет процесс защиты прав граждан. По этому вопросу глава Кабмина заявил о желании выслушать докладчиков по данному вопросу. Первым выступил министр строительства и архитектуры ЖКХ Артур Сулейманов. Он рассказал о проводимой работе для соблюдения требований законодательства. На сегодняшний день в республике выданы разрешения на строительство многоквартирных домов 84 физическим лицам, 69 – обществам с ограниченной ответственностью, 15 – жилищно-строительным кооперативам и 12 – индивидуальным предпринимателям. Данные проекты реализуются путем изменения правового статуса и целевого назначения объекта. В связи с этим руководитель министрой Дагестана предлагает по всем объектам незавершенного строительства возводимых ООО столицы М ввести в гражданский оборот в судебном порядке, а также предусматривает выплаты денежных средств пострадавшим гражданам. Кроме того, руководитель министрой республики Дагестан сообщил, что в случае выявления признаков незаконного привлечения средств граждан для строительства они передадут дело в правоохранительные органы. Глава Махачкалы Юсуп Умалов заявил, что следует обратить внимание на исключение точной застройки и строительства жилого фонда с учетом комплексного подхода. Также, по словам мэра Махачкалы, выдано 26 разрешений на строительство объектов, 6 из них – многоквартирные дома. Все они возведены по решению суда. По данному вопросу также выступил и глава Эсбербаша Магомед Исаев. Он доложил о количестве выданных разрешений на строительство апартаментов и торговых офисных зданий. В свою очередь, первый заместитель прокурора Дагестана Руслан Ляпин после выступления глав Махачкалы и Эсбербаша рекомендовал им в части пресечения незаконного строительства больше опираться на практическую ценность, а именно вести практику, накладывать арест на строительную технику и изымать ее за незаконное строительство. В завершение заседания председатель правительства дал ряд соответствующих поручений ответственным органам исполнительной и муниципальной власти.